Итак, начинается третья часть нашего длинного репортажа про группу «Вакуум». Это личностная часть. Мы постараемся набросать пару штришков к портретам Матья Салинблома и Марины Шипченко. Анна Марина Шипченко родилась в июле 65-го года в Швеции. Как известно, ее отец Леонид был родом с Украины, хотя и вырос в Петербурге. В семье, в принципе, всегда присутствовал русский дух, правда, родному языку Леонид дочку не учил. Леонид никогда со мной по-русски не разговаривал, я думаю, какие-то русские слова, но он называл меня «Мариночка». И это, пожалуй, единственное русское слово, которое он употреблял. Зато Марина ознакомилась со всеми прелестями русской еды. О, я ее очень люблю. Я очень много всякого такого ем. А приготовить вы сможете? Я вообще-то люблю готовить, но русские блюда не умею. Зато азиатская кухня и итальянская – мой конек. В жизни Марины Шипченко, кроме кулинарии и музыки, есть еще один конек. Я бы даже сказала конь. Марина является совладелецой художественной галереи. Моих рисунков в галерее нет, так как я вообще не рисую. Я продаю работы других мастеров. И все-таки Марина зря отрекалась от художественных навыков. Ведь именно она разрабатывает имидж группы, ее внешний вид, и гладкая прическа Матьеса во всех клипах. И собственный грозный вид – это дело рук Марины Шипченко. Правда, такой тяжелый макияж не всем нравится. Сильно черные губы. Мне кажется, мне так не идет. Более мягкие тона. Вот, может быть, сверху что-нибудь более мягкие. Посмотрите на Марину в жизни. Как раз те мягкие тона. Очень милая девушка, однако шоу ее преображает. Я Марина все время, но мне нужно быть загадкой, спрятанной как раз за таким имиджем. Мне он нравится, экстремальный. Все эти ногти, одежда, тот же макияж, прическа. Мне не нравится нормальность. А кто для вас идеальный муж? Это тот человек, который, во-первых, уважает женщину, во-вторых, не мешает моей карьере и не ограничивает мою свободу в жизни. И еще, вы знаете, мне нравятся немного дикие мужчины, то есть те люди, которые любят жизнь. Интересно, а Маттиас хоть немного подходит под ваш идеал? Маттиас очень романтичен. Маттиас Линблом родился 19 февраля 71 года в городе Фальстербоу, Швеции. Натуральный блондин с приятной внешностью участвовал в дуэте Take Em Our Lives, иногда играл на ударных, а на одной вечеринке познакомился с Александром Бардом. Тут, в свою очередь, предложил попробовать свои силы в новой группе. Я помню, я был очень счастлив, потому что хотел быть частью вакуума. С того самого момента, как он согласился, у девушек появился очередной секс-символ. Вот мы и попытались у него узнать, какой в его понимании должна быть идеальная женщина. О, я не знаю. Наверное, хороший. У меня нет идеальной женщины. Вообще, когда ты влюблен, можешь быть с кем угодно. Тут речь идет о чувстве. У нас тут сейчас весна. Как насчет любви? О, да. Любовь постепенно вкачивается в мою систему насосом. У нас в Швеции особо весной не пахнет, да и мне некогда было этим вопросом заниматься на гастролях все время. Но я думаю, это весной что-то будет. Вполне возможно, будет в мае. Так, числа 15-го Матиас запланировал влюбиться. Думаю, романтику это удастся быстро. Это Матиас. Это Марина. И вы смотрите ТВ БИС. Да, вы смотрите БИС ТВ. Поклонники вакуума смотрите внимательнее. Эти автографы Марина и Матиас оставили для вас, зрителей.